Песня. И спаси, Боже, души наши. Господи, благослови наши занятия Духом Твоим Святым. Посети сердца наши, чтобы мы, Господи, преобразились и были подобными Тебе. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Твоим. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святой Твоим. Откройте сегодня евангельское чтение, правильное, Евангелие Теанна, 7 глава, 37 стиха. Делаем такое отступление, можно так сказать, или вставку, да? Раз у нас день сегодня необычный, в том плане, что воскресенье Христово, Малая Пасха, а в году сколько Малых Пасх? Коще там? 52 Малых Пасх. Пасх. Значит, воскресенье, да? И День Святой Троицы. Ну и еще название тут и Пятидесятница, да? То есть в этом дне соединяется много событий. И касается лично каждого из нас, наших детей. Вот. Итак, страница 589-я. Новое издание, 590, да? Страница. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаль же ты, иди ко мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И Исаия 12.3, и Иаида 3.18. Давайте сразу мы откроем эти места. Это параллельные места. Пророки говорили об этом событии. Исаия 12.3. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». В радости. И Иаиля 3.18. И будет в тот день, горы будут капать вином, и халы потекут молоком, и все руслою действия наполнятся водою. А из Дома Господня выйдет источник и будет напаять долину сетин. В горы, конечно, мы знаем, не будут капать вином, но пророк так говорит. Конечно, понимать нужно не буквально, а в переносном смысле, что это событие, когда будет Господь на земле, он плоти сошел, и когда будет неспослан после вознесения, после 50 дней, Дух Святый. Ну и мы слышим это пророчество Иаиля, не это же самое, а из этой книги, как апостол Петр приводит об этом событии. Итак, толкование Блаженного Фефилакта. Первый день праздника и последний, или седьмой, называется Великим. Потому что и закон последний день праздника называл наочатым, святым. А какой праздник, в седьмой главе от Иоанна, о каком празднике говорится? Кто знает, Господь был на празднике поставления пущей. Всего три у Иудеев праздника было, знаменитых, великих, когда им по закону надо было быть в Иерусалиме. Это Пасха, Пятидесятница и поставление пущей. Что такое пущей? Помните? Палатки. Шалаши или палатки? Ну, шалаши, наверное, более точное название, да? То есть, это день памяти, значит, выхода из Египта, когда они жили в таких походных, так скажем, домиках. И Левитам, 23 глава, 35 стиха, 36. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение семи дней приносите жертву Господу, в восьмой день священное собрание будет у вас. И приносите жертву Господу, это дание праздника, никакой работы не работайте. Ну, то есть, это постановление уже по закону Моисееву иудеям было. Дальше толкование продолжаем. Справедливо он обращается с речью к народу в последний день и тем, как бы напутствует его на обратный путь домой. Ибо говорить тем, которые среди дня предавались увеселениям, было бы неблаговременно. Они не стали бы слушать. Иисус возгласил громко, отчасти, для того, чтобы быть услышанным. Голос, конечно, Господа был не так, как я прочитал. Возгласил громко. Ну, приблизительно, как он возгласил Господь? Мы вот думаем, ну, правильно, да, что Господь кроткий был. А возглашал он, можно представить, что он почти кричал. Кто жаждет, иди ко мне и пей! Потому что народу было много. А событие, которое он, о каком событии он говорил, о важном. Что пить-то? Мы дальше прочитаем. О Духе Святом. И далее. Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Ну, может быть так, может не так. Вы можете согласиться. Ну, возгласил громко Господь. Ну, согласны ли мне? Да-да. Маленько, чтобы вы не спали. Мне даже сегодня брат сказал, что... Ну, сидят братья, некоторые в царстве, в государстве, и говорят, о чем сегодня чтение было златоуста. Вот что-то один брат говорит, не знаю. Ну, у него занятие важное, вот он что-то не уловил. Он другим занимался. У второго спрашиваете тоже. Ну, вот этот брат мне говорит. Третий тоже, да. Что надо было, говорит, мне подойти и пробудить их, да. А потом же читать. Ну, в храме этого вещей бы показалось, наверное. Всем подзапилники, ты говоришь. Да. Вот здесь я немножко вас прокурю, чтобы не дремали. Чтобы на пожилые. Справедливо. Справедливо. Так. Он сказал прекрасно, когда будет взят, когда будет избиение, когда будет крестное страдание, искупление рода человеческого. Написано также, что правильник смел, как лев. То есть, не только смел Господь, но мы видим это на основании жития святых и новомучеников, как смело отвечали тем гонителям, мучителям. Это дает Господь смелость такую. Но сам Господь, Он, конечно, был укреплен смелостью, так можно сказать. Что же говорит Он? Кто верует в Меня, как сказано в Писании, здесь должно остановиться, потом снова читать. Рейки потекут из чрева Его. Многие веровали по причине знамений. Он показывает, что веровать должно не столько на основании чудес, сколько на основании Писания. Ибо правая вера от Писания. Правая вера от Писания выделена большими буквами. И вот теперь мы переносимся в наше время. Оттуда в нашу экстраполяцию делаем. Сколько людей верят именно по Писанию. Мы видим это, что очень немногие. А еще чудес. Православие особенно это. Ну, привезли мощи. Да, стремятся люди приложиться. Ну, пожалуйста, это добровольно. В этом ничего такого нет. Но если человек ищет только чудеса, вот тут-то может быть опасность. Да? Мы видим, какие сейчас чудеса и знамения. Чудеса и знамения могут в доме у каждого быть. Через компьютер лже-чудеса, точнее, лже-знамения проявляются. Есть свидетельства, что прям выходит оттуда темное облако из этого экрана. Входит человек, а он рассказывает об этом. То есть, сатана действует. Демоны действуют через эту вещь и очень сильно. А польза есть? Есть, конечно. Ну, как человек сам будет пользоваться? Можно и топором убить, даровать и убивать людей. Так и компьютер. Чудеса, знамения на небе. И сколько таких чудес и знамений? Или, точнее, лже-чудеса и лже-знамения, которые уводят от Бога. И вот человеку, если за всем этим идти, сатана его уводит от Писания. А вот истинные чудеса Божии надо различать. Они есть в этом мире. Но надо прежде всего знать Писание, чтобы эти чудеса увидеть. Да и не гоняться за ними, а правая вера от Писания. Вот она ориентирует. Если занятие пройдет и ничего не запомните, хотя бы вот эту фразу. Правая вера от Писания. Уже память у кого-то слабенькая, но вот эту фразу повторяйте. Правая вера от Писания. Домой придете, да еще внукам скажите. Правая вера от Писания. Нет каких-то там чудес. Да помнишь, что ты хотел, брат? Да у меня случай просто был. Ну пожалуйста. Это я в Екатеринбурге там работал в одной фирме. Ну я один тоже, он много пил там. И что-то там с ним случилось, как говорят, белая горячка. Ну и он ко мне прибежал. Я с ним поговорил, что ему там начал человек какой-то являться. Говорит, там перекидывать всякие вещи, там блоки, бетонные перекиды. Ну демон явился. Я с ним пошел молиться, до воскресенья Бог ему написал. Ну и начал ему Евангелие дал за свидетельством. А до этого он не слушал меня. А тут расположился. Ну и начал ко мне приходить, Слово Божие слушать. И потом как-то приходят иконки там дома у себя поставили. В этой старушке поставил иконки. И приходят потом и говорят. А у меня, говорит, начались какие-то там неувидения. То есть иконка начала преображаться Богородице. Светиться. Ну то есть из одного в другое началось у него все. Так я не знаю, как он законится. Что он сейчас. Толкование далее. Посему он говорит, кто верует в меня, как сказано в Писании. То есть, как Писание свидетельствует обо мне именно, что я Сын Божий, Творец, Господь всего, Спаситель мира. Ибо многие, по-видимому, веровали. Но не так, как сказано в Писании. А как им хотелось. Сколько таких сейчас людей, которые не так верят, как в Писании. Очень много. Это опасно очень. Как хотелось именно. Мы видим, только в христианстве сколько тысяч этих названий. Ну, деноминации. Это прикрытие. Ереси. Надо говорить точно. Не конкретно. Они куда-то отклоняются. Деноминации, конфессии. Это все-таки слова толерантные придумали. Чтобы сокрыть главную суть. Что есть ересь, а есть истинное учение. Так вот, как им хотелось верить. Таковы все еретики. Сказал, что у такого верующего потекут реки с чревом. Чревом в переносном смысле он называет сердце, как и Давид. И закон твой у меня в сердце. Псалом 39.9. Сказал, что потекут реки воды живой, а не река. Сим указывает на обилие и щедрость благодати духа. Ибо дух таков, что в чью душу войдет и утвердится в ней. Он заставляет ее течь обильнее всякого источника. Ну, помните, немерую, как в Писании говорится, дает Господь Духа Святого. Немерую, что отмерена там какая-то часть и все. А то есть, изливается это, кто получил Духа Святого, обильно. И святитель Иоанн Златовоз говорит, что с духовными дарованиями не так, как с материальным. Материально, вот что-то у меня есть там, яблоко, подарил ему, у меня нету, у него есть. А в духовном плане дарит, и сами обогащаемся, и тех обогащаем, и они еще других обогащают. Ну, это мы видим на основании дня рождения церкви. Апостолы обогатились весьма преобильно. Преобильно, то есть, это превосходность. И дальше, рыбари простые, и вдруг, как великие лингвисты, на разных языках заговорили. Удивительно, и парфяне, и дяди, кто там в разных наречиях, вдруг их понимают. Как у верующего по Писанию, счерва тихут реки. Сие всякий может узнать, когда обратит внимание на язык Петра, на стремительность Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не останавливало, но они всех увлекали вслед за собою. Как реки, какие, неудержимые течением своим. Поток реки, насколько сильный. Когда вот у нас вода шла, ну, каждый день, вот, лично я ходил там, проверял. Там батюшка и другие тоже ходили. Поток небольшой, там, сантиметров 15. В сапогах встал и уже чуть ли не сшибает с ног. Это только 15. А вот смотришь там, где наводнение по поясу, все, человека увлекает. Скорость до 60 километров в час бывает. Так вот, вот этот поток Духа Святого, он также увлекает. Мы видим это в деянии своих апостолов. Обращаются 3 тысячи, 5 тысяч человек. А сейчас, ну, это вот есть такое высказывание, 3 или, от 3 до 5 тысяч проповедей и ни одного обращенного. Почему? А вот Господь говорит, кто жаждет, а есть ли сейчас жаждущие? Даже вот среди нас. Действительно, вот, брат затронул перед занятием тему серьезно. Ну, можно было, конечно, остаться им. А почему бы и нет? Ну, где же не будешь тянуть? Я говорю, у вас сейчас земные занятия были, давайте к небесным обратимся. Ну, устали. От чего устали? Ну, от перемена, она, это уже отдых. Там были, да, занятия, там, математика, решения, там, все. А сейчас можно посидеть, послушать. Ну, лучше, конечно, чтобы вы глазами сами наблюдали, а еще лучше, чтобы что-то фиксировали, записывали. Тогда остается в голове. Ну, если, повторюсь, вы не запоминаете ничего, ну, прям все у вас там закрыто. Ну, память уже. Право вера в Писании. Помните вот эту фразу. Хорошо. Комментарии небольшие. Те, кто делал нововведение в православную веру, какую цель они преследовали, вопрос, знали ли они о существовании Библии. Согласно житии святых, православные часто одерживали победу физической силой. Благодаря связям с мирскими властями, прибегали к жестокостям по отношению к противникам и к их физическому уничтожению. Даже там боец по единоборствам, православный, крест на себя накладывает. Вот сейчас он ему этому, и комментатору, вот он ему поддал. Православный, а вот с физической силой надо задавить. Так разве это апостолы были такими борцами-то? Слушал я передачу, это только официально известно. Ну я немножко отвлекусь, насколько вот эти виды спорта опасны. Самые опасные, какие виды спорта? Профессиональные, естественно, но любительские тоже они опасны, но не настолько. Какие виды спорта опасны наиболее? А вот ты сказал бойцовские. Да, ну вот хоккей, футбол, виды единоборства, бокс, смешанные единоборства. Вот приведу пример, боксеры, за 25 лет 1200 боксеров умерло. 1200, некоторые прямо на ринге, отчасти. То есть сотрясение мозга там и другие, все это вот. Ну вот так вот. И в одном интервью берут, он русский, но живет в Америке. А был там 23 года всего, фамилию забыл, красавец такой. И все, ну большинство, большинство думало, что он победит. Американец там ниже его роста, как начал его. И он уже на грани, ну до полусмерти. В общем, парализация была, за мной там учился ходить. То есть как боксер, и в газетах так и написано было, как боксер он умер. Он уже 20 с лишним лет прошло, эту газету берет и улыбается. И то не может даже, какая-то сторона у нее еще, ну то ли парализованность. Шея не может двигать. 25 лет прошло. Теперь не боксер вспоминает это. Вот так вот. И вот хоккей, ну лично у меня племянник этим занимается, профессионально. Играют они на российских соревнованиях. Настолько опасно. Там 17-летняя, 16-летняя, если не умирает, в больницу попадает. Огромные нагрузки. Ну это чтобы вы мотали на рост, что профессионально опасно. А любительский так, чтобы без вреда духовному, без вреда телесному даже здоровью. Бог нам дал тело, чтобы мы его направляли в какие-то игры. Так раз здесь все, поиграть немного, да? Отдохнуть, перемена там. После занятий, допустим, математики, общества знаний, еще чего-то. Почему нет? Мы и сами когда-то играли. Так вот, я говорил о том, что победа физической силы. Сколько в истории таких случаев было. Ариан достигали православной такого, значит, чтобы согласие с властями Ариану гнать. Наоборот, императорами многие были Арианами. Соединялись с этими Арианами и православной, в свою очередь, гнать. Физически. Помните Максим Исповедник. И язык отрезали. И Бог так сделал, что Он все равно говорил. То есть, в то время Он был, ну, один из немногих православных. Остальные все Ариане и считали, что так и должно быть, и все нормально. Ну и другие там были ереси еще. Читая деяния соборов, причины расколов, всегда удивляешься тому, что Библия, как правило, не занимала главное место в такие ответственные моменты. Право, вера, описание. Снова говорится в комментариях. Ну, к сожалению, так, что Библия не пользовалась во многих случаях таким вот авторитетом. Напротив, мы видим, что, вот мы читали здесь, блаженный Феррилак говорит, еркики, и как им хотелось, толкуют. Они берут Библию, и как хочется, толкуют. Тоже дорога заблуждений. Тоже опасная дорога. Вот, то есть, если понимать не в рамках, именно православной веры, не в рамках понимания святых отцов. Шестое Вселенский Собор, 19 правило, говорит об этом. То есть, толковать можно, но так, как понимали святые отцы церкви. То, что получается, столько сект различных заблуждений. Но как они любят Слово Божие? Это мы можем, это мы получим. Конечно. Викторий Иванович. Да, дополнение, пожалуйста. Кстати, что как святые отцы толкают, так надо понимать. Но все правильно. Но вот я знаю точно, и на Сибирск пытался, что православие боятся толковать вообще. Боятся попасть в какую-то ересь, в заблуждение. Никаких мыслей не допускать. И даже некоторые перестают читать Библию по этой причине. Вот священника я хорошо одного знал. Сначала, говорит, надо жития святых почитать. Потом святых отцов. А потом только Библию. В Москве академию закончила. Вот такое понимание. Понимаешь? Тут еще какая-то должна быть золотая середина все-таки. И не бояться вдумываться в Писание, читать его. И соотносить свои мысли с тем, что говорят святые отцы. Проверять себя на это. Чтобы твои мысли, как говорят я, сходились. Но чтобы понимание твое и понимание церкви, отцов Христа. Во-первых, Христа и апостола. Апостол Павел, это он же и есть толкователь священного Писания. Он разъясняет все. То есть, мое понимание должно совпадать с пониманием апостола Павла. Он тут правильно сказал. Что происходит от того, что священники, как и на технике живут, он правильно сказал, что они сами духовно невозрожденные не через Писание пришли к вере. Поэтому Писание находится в таком пренебрежении. А раз на Писании принялись жизнь, то ориентир это что? Это отрядовая сторона мощи привезли, пишут, сколько, какое паломничество от таких мощей. А если так рассуждать, почему? А просто, что прийти к мощам, поклониться, приложиться. Это проще, чем в Писании заглядывать, изучать его. Нет, я говорил о страхе. Страх есть такой, боязнь попасть... Ну вот с сектантами, плохо зная Писание, с сектантами боятся разговаривать. Я сам был такой же. Почему? Потому что он меня может соблазнить, увести, говорить, я же плохо знаю Писание. А он мне наговорит, и я его послушаю и уйду, боюсь. Буду читать Писание, тоже могу заблудиться и куда-нибудь уйти. Вот такой страх существует в православной этой церкви. И еще от этого люди стараются читать Святых Отцов, там Геннадия Брянчанинова, Жития Святых. Ну такие книжки попроще, так скажем. Книга Библии, она духовная книга, она во многом сложная и непонятная. И авторитеты, именно переносит авторитет с Писанием, но Святых Отцов. Что вот... А Святые Отцы тоже, они спорили между собой. И во многих вопросах это... В некоторых вопросах были несогласны, и были еретические мысли у некоторых Святых Отцов. Это не секрет уже теперь. Так что тут Писание, конечно, на первом месте. Писание — это эталон. Но есть еще предание. А предание на предание очень сильно ориентируется. И предание порой ставят выше, чем Писание. Они не понимают, что предание и Писание... Ну, предание — это и есть Писание. Во-первых, передано. Писание писанное, написанное словами, это на бумаге. И есть это ненаписанное. Ну, однако же у нас, в православии, страх вот этот вот существует — ошибиться. Совершить ошибку и уйти куда-нибудь туда, верить и кей. Такое вот есть. Сейчас же есть возможность читать сполкование уже, если раньше не было. То есть, понятно, но сейчас нет страха. Страх есть, да. Боязнь. Вот начнешь свои мысли высказывать, а вдруг моя мысль неправильная. Вот сидят вот собрание какое-нибудь, нескольких человек. А ты, что ты тут начал говорить-то? Допустим, о рождении свыше начни говорить, или о крещении, или еще о чем-то. О тех же мощах. Тебя сразу же запишут в еретике, понимаешь? Я о чем говорю? Люди боятся. Да, боятся самым натуральным образом. Вот он, даже вот послушав священников, это между собой они разговаривают, они осторожно очень к этому подходят. Как бы лишнего не сказать. Как бы это на себя, чтобы про меня что-нибудь не подумали такого, что я там свободомыслим занимаюсь. Я так вот сюда добавил брату, что я не противоречу тебе, я просто объясняю, что люди боятся взять лидерство на себя. Поэтому и страх возникает. Лидерство, что вести занятия, вести писание, вести изучение либрии, занятия. Потому что, это вот мы сейчас изучаем, вот Игнат Игнат, что он собрал в одну книгу, в трех томе, мы сидим, изучаем, для него писание, это главное, это подход нам передался. И поэтому мы по-другому просто не мыслим. И само писание говорит, что это основа основ, само Слово Божие. Поэтому мы утверждаемся, получая подтверждение из писания, что это самое главное. А дальше-то кто возьмется? Это возлагается роль на священнослужителей, вести эти занятия, изучать. А они не хотят, они боятся того же самого. Где найти вот это вот начало, и чтобы они занимались, или если даже эти книги в летних священниках находятся в понедлижении, как то мы. Вот и замок, ты в руку откуда? Ты просто надо заниматься вот так вот, чтобы, как ты будешь вести что-то, если у тебя самого ничего нет, если ты не знаешь. Потому что сначала ты должен, чтобы хитронический труд провести, хотя бы уже наготовым изучить. А как правило, у простого человека, наверное, даже физической возможности нет даже. Вот так вот начать. А у священника, там тебе будет куча реп там, то отпеть, то хрестить. И как-то все это получается, что ли? Нам-то не будет легко разорвать. Если считать священное писание, это слово Божие, что говорит Бог. Вот Он говорит, прочитал, не клянись. Просто. Не надо думать особенно. Раз Христос сказал, не клянись, не надо клясться. Все, элементарно просто. Христос не говорил, идите, убивайте. Тоже апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Только это все, это просто на самом деле. Исполняют это вот заповеди. Подражай. Апостол Павел и Христу, как апостол Павел подражал. И ты будешь уже любить священное писание, и писание будет эталоном для тебя. Указывать путь тебе, как спасти душу. Куда идти? Ну правильно, как мы сейчас читаем в начале суббора. Кто жаждет, иди ко мне и пей. А кто жаждет? Вот они жаждущие и не жаждущие. Отсюда. Если ты жаждешь, конечно, Господь тебе и придет, и познакомит. Ну вот тут относительно боязнь, брат. Ты от семинара искалкивался. Зашел, разговор. Мы на переменах уже общаемся. И семинарист один так и говорит, что да нет, зачем с ним беседовать? Прям как от огня надо лишать эти херетиков. Все такое. Некоторые у меня там, многие сайты раздавали, но как там дальше будет, Бог знает. Научение. Вот ты приводил кого-то примерно? В священниках какого-то, да? Научение в семинаре, в академии, Библия не пользуется тем авторитетом, какой он у нас. И как вообще должно быть? Не просто, что как у нас, а на первом месте. А действительно, святые отцы. Это с самого начала. И это все передается. Священники на приходах так же. Что-то читают, да, святых отцов. Хорошие проповеди, там, Антоний Сорожский. Все равно. Писание не пользуется тем авторитетом. Правильно, нет возрожденности. И боязнь еще, и выше, перед вышестоящим лицом. Вот. Не, ну, в моих словах вроде не было такого противоречия, насколько я помню, что ты вот как бы дополняешь. Да. Здесь же четко написано, право и веро от Писания. Естественно, что Писание, но опять же, где это богатство нужно откопать? Православие порой даже не знают. Игнат Тихонич этот плац целый скрыл, что православие это самое, что есть красивое, самая есть полнота и истины. Он сколько раз это говорил. Ну, может, другими словами, например. И дальше вот Бог позволил эти книги выпустить. То есть, Слово Божие, толкование блаженных эфилак, это некий, я бы так сказал, оптимальный вариант. Вы представьте, выпущено было бы Слово Божие и толкование златоводства. Да кто бы это мог? Трехтонник даже. Да, смеемся мы. Трехтонник, кто бы из нас прочитал, но лишь, может быть, единицы. А пора бы уже за столько лет. Ну, я имею в виду братьев, которые в домашней церкви руководители. Вот. То есть, мы и сами-то, в общем-то, не сильно жаждем. Говорим о ком-то. Опять же, на занятии кто из нас стремится? Бывает, человек пять приходит. Ну, слава Богу, здесь добровольно мы живем. Ну, мы и тех не осуждаем, кто не приходит. Просто кто жаждет, иди и пей. Вот мы пьем из источника. Это в любое время. Дома как мы жаждем часто, что преподаем мы к Слову Божию. Каждый себя пусть спросит, нелицемерно, да, по совести. А часто ли я открываю Библию? А может, часами сижу, там вот интересно, да, вот. Интернет откроешь, ну, там вообще с головой туда. А над Писанием сколько мы сидим, понимаете? Вот это жажда. Мы живем здесь, и происходит. В тихомерное время нас не гонят. Это охлаждение, охлаждение. И даже вот, об этом даже и священники, я слышал, говорят в интернете. Вот, что в мирное время может быть больше отпадших, чем при гонении. Ну, за какой-то больше период, там, незабота. Почему? Потому что христиане не радеют. И вот эта система, которая вокруг нас, система государства, контроль тотальный, уже он близкий, кстати. И прочее, прочее, вот эта система, карточек, чипы, и все такое. И христиане принимают комфорт, это удобно. Ну, а тут надо трудиться над своей душой, читать Писание, самоотвергнуться своего Я. Да, это трудный путь спасения. И вот научение. Вот здесь все дело, я считаю, научение. Почему бояться? Вот и вот семинаисты так научили. Там на местном приходе батюшка, может, говорил не раз. Нет, сектантами вообще не говорили. Ну, я говорю, а почему не говорите? И говорю, как у нас немножечко. Раз, и... Ну, конечно, мы не по одному ходили к ним. А помните, нам говорили не раз, что двое или там заходим к баптистам, перекрестились. Бабушка уже на коммунарах. Я много раз там тоже был. И бабушка тут подходит. А написано, не обманывай правой руке твоей. Это разве о крестном знамении баба говорится? Вот она уже так научно подходит. Она нас встречает, не прогоняет. Но она считает, что мы заблуждение, она нас поправляет. Ревнует бабушка. А ей лет под 65 или 70 уже. Подходит сразу же. Ну, и дальше уже там веселье, когда у них это собрание кончится. То есть не по одному, конечно же. Потому что одного правильно, легко сманить. Тем более такого лопоухого, спящего православного. Какие многие из нас. Ну, вообще, я имею в виду, не только у нас. И сами очень хорошо надо знать. Если не знать, что сказать, то просто, ну, давайте, я подготовлюсь. И среди другой раз, или еще как-то. Бывают очень встречи незначительные. Но в наш сайт это самое лучшее, что вы дадите. Очень коротко, и емко, и сжато, и богатство там в сайт, и в другая информация. Сегтархива тоже выходит. И обращается, более того, через этот огромный ресурс, через труды брата нашего, проповедника Игната Тихоныча. Поэтому постоянно нужно об этом молиться. Господи, найди новые души через наш сайт, форум, через благовестие. Благовестие Игната Тихоныча. Другие братья умело-неумело там проповедуют. Дар Господи мудрости, а не так. А, вот тебе и надо, так и надо. Но я сам сколько был на Благовестии, столько нестандартных ситуаций, что бесноватые за бороду хватаются, и на Тихоныча хватает. И что в этот момент делать, да? Ну, как-то вот без побоев прошло. Господь это сделал так, чтобы он отпустил, и мы быстрее туда ушли. И говорит, ты-то право рулилый. Помнишь? Бусилетов или какое-то всего. Вот так. Всякое бывает. Но главное, конечно, чтобы мы несли Слово Божие неповрежденно и не было нареканий. Не давайте повода ищущим повода. Об этом просто Павел говорит. То есть, чтобы мы сами никакого повода не давали. Так, ну, еще, пожалуйста, дополнение. Я хотел случай такой рассказать. Нынче зимой был с нами, когда мы, вот брат тоже был, Сергей Гранд. Мы были на Благовестке, на площади. Как это площадь? Где-то колесо-то. Ну, и так получилось, что... Где дворец спорта. Да. И так записал. Далось записать. Вот. И это не хвастовство, но просто такой случай был, что он у меня сильно запомнился. И очень меня так это удивило. Даже о чем? Сергей Буков завязал беседу с каким-то сектантом. Вот. И потом, когда мы подошли и присоединились к этой беседе, вот, ну, в конце я встал его спрашивать, какие признаки церкви. Ну, какой признак по Писанию? Он мне сразу по Писанию, и я говорю, да, по Писанию. А какой признак церкви? Кто может сказать? Вот какой признак? Священно. По Писанию. Признак церкви. Что делать? Я ему привел пример Евангелия Тиана, 20 глава, 22 стиха, по-моему, где Господь явился ученикам Дуну, сказал, примите Духа Святого, кому простите, тому простится, на ком оставите, на том останется. Это первое таинство исповеди. Он передал эту власть, прощая грехи апостолу. И когда этот случай ему стал объяснять, у него такие глаза были удивленные, что меня запомнилось, что он первый раз, может быть, увидел, что православный по Писанию ему объяснил, ему сказать нечего, он просто отошел, замолчал и все. Ну, и что, говорит, и где это? Я говорю, где эта власть сохранилась, вот там и церковь. То есть я к словам Виктора, что насколько надо знать Писание, чтобы вот именно Писание ответить им, доказать, что очень важно знать Писание, чтобы где-то что-то, может быть, этого сектанта и коснется. Так, еще есть какие-то, по-моему, можно сказать? Ну, минутку, минутку тоже немного. А то лжи, то есть это замкнутый круг, как разорвать? Ложь. То есть нужно понять, что мы интерпретируем священный Писание в православии по-своему, подгоняем под себя, под свои нормы, под свои желания и так далее. То есть о войне, о крещении и так далее, о клятвии. Пока эта ложь не отвергнется, то никакого движения не может быть. Вот эта ложь пока, когда поймут, что мы лжем, мы говорим несогласно с тем, что говорит Христос. До этого времени никак не полюбишь Писание, будешь читать его и просто, и все. А оно не войдет в твою жизнь, оно не станет твоим путеводителем твоим. Да. Итак, продолжим дальше. 39 стих, 7 главы. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Толкование. Евангелист, объясняя, что такое реки воды живой, говорит, что сие сказал о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было Духа Святого. То есть сразу же дает Евангелист толкование. Здесь спросит иной, как Евангелист говорит, что не было Духа Святаго, то есть дано. Разве пророки не Духом говорили, а апостолы как совершали чудеса? Отвечая, бесспорно, пророки говорили Духом, но благодать сия прекратилась, от земли удалилась. Хотя она действовала во времена пророков, но в то время, когда Христос действовал во плоти, за недостоинство народа пророчество не являлось, и благодать не присутствовала в святилище и в храме их. А как действия Духа тогда не было, и оно еще имело быть дано. Посему и говорит, что Духа Святаго еще не было. То есть Он не обитал между иудеями, и не прославлялся в действии, и не проявлялся в действии. Что касается апостолов, то они совершали чудеса не Духом, но властью Господа. Ибо слушай, что говорит Евангелие. Намереваясь послать их, Он дал им власть, а не Духа Святаго. Это Матфея 10 глава, Плуки 10. Почему? Сколько не совершали они чудес, они творили их не Духом, но властью и именем Господа. Когда же Он воскрес из гроба, тогда сказал Он, примите Духа Святаго. И в 50-м сошел на них Дух Святый. И иначе. Сила Духа и прежде Креста была в пророках и апостолах, но не так, как после Вознесения. То есть не так щедра и обильно, чтобы сравнить ее с реками. Посему Евангелист справедливо сказал, что еще не было Духа Святаго. То есть излито в таком обилии, как впоследствии. Хотя Он был и прежде Креста, но не в обилии, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь Евангелист славу называет Крест, потому что Господь Христом не зверх мучителя и воцарился. Посему, когда еще ни Крест не был водружен, ни грех упразден, ни природа нашего Христа не победила мир и не примирилась с Богом, естественно, не была дарована и обильная благодать Духа. Ибо нужно было нам прежде соделаться друзьями Богу, а это совершено через Крест. Потом уже получить и дар Божий, подобно как в мирском быту, прежде человек делается другом царя, а потом получает и дары. Итак, благодарение Богу, Который излил на нас такую обильную благодать, какой не имели и пророки. Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли он и другим, а апостолы исполнили ею бесчисленное множество людей. И вот я еще одно таморское добавление блаженному Пахилаку. Святитель Феофан Затворник мысленно каждый день года вот что он говорит об этом дне Святой Троицы. Совершилась экономия нашего спасения. Что такое экономия? Не экономия, экономия. Это ослабление. Вот. Есть а противоположность? А кривия. А кривия строгость, а экономия, да, это послабление. Действия всех лиц Пресвятой Троицы всем деле отныне вступили в силу. То есть все лица вступают в силу. Чему быть благоволил Бог Отец, что исполнил себе Сын Божий, то присвоить верующим снишел ныне Дух Святый. Ибо спасение наше по предвидению Бога Отца при освящении от Духа послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. 1 Петра 1-2 Того ради и крещаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обязуюсь соблюдать все, что я повелел вам. От Матфея 28-19-20 Неисповедующие Пресвятой Троицы не могут иметь части в спасительных действиях лиц ее и следовательно получить спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Троицы единосущной и нераздельной предавшей нам исповедание о Себе. Отче Вседержителю Слове и Души треми соединяемого ипостаси Христество присущественно и прибожественно Тебя крестились и Тебя благословим во все веки. Аминь. Вот такое небольшое значит такие небольшие мысли Графан и Затур Ну и вспомните церковь какой нам тропарь праздничный предоставляет благословенный Христе Божий наш восьмого класса помните на русском как это звучит благословенный Христе Божий наш явившим премудрыми рыбаков не спаслав им Духа Святого и через них уловивший Вселенную человеколюбец слава тебе ну здесь все понятно да премудрые рыбаки которые уловили всю Вселенную это сети они стали забрасывать сети ячейки это чудеса а другая пророчество и они это все закидывать стали ну и Кандак Икос и Кандак не просто так на русском когда сошел Всевышний языки смешал он этим разделял народы когда он смешал языки то есть в Кандаке здесь события Ветхого и Нового Завета когда же огненные языки раздал он к единению всех присвал и мы согласно славимся Святого Духа то есть совершается в этот день деяния вторая глава анти что Вавилон анти противоположность то был Вавилон разделение никто никого не понимал оттуда языки берут вот ну к слову сказать смотрел научный фильм возможно ли чтобы построить такую башню Вавилон и там это все исследовали именно из того материала который был а какой материал был тогда в древности ну ясно что не пенопласт там не пенопитон или что-то еще а именно глина наиболее распространенная тем более в ближнем восточном регионе вот и когда просто эксперименты ставили глина не обожженная сколько можно настраивать на дне она начинает уже при определенной высоте давление все рассыпаться обожженная там проще с ее я уже не помню там больше 10 16 что ли раз уже больше становится а если глину с соломой смешать то это уже будет ну и в общем посчитали что где-то около двух миль можно башню строить спокойно на этом материале никаких нанотехнологий не надо то есть два миля написано до неба башню они решили построить а это не до неба ли когда облака нижний ярус может 500 метров всего ну бывает там километра 2 мили это еще выше облаков вот ну то есть это так подтверждение того что конечно же священное писание говорит нам точно и конкретно так 40 по 43 стихи многие из народа услышавшись и слова говорили он точно пророк другие говорили это Христос а иные говорили разве из Галилеи Христос придет не сказано ли в Писании что Христос придет от семьи Давидова из Вифлеема из того места откуда был Давид и так произошла нем распы в народе толкование престиженная смелостью речи одни из народа а не из начальников ибо начальники по зависти всегда были против него исповедуют что он есть тот пророк которого ожидают то есть пророк с большой буквы о котором какой пророк с маленькой буквы говорит Мессии другие из числа неученых и нерассудительных говорили что он Христос не понимая что Христос и тот пророк одно и то же лицо они разные более неразумные говорят что Христос придет не из Галилеи а из Вифлеема и от семени Давидова но они говорили это со злым умыслом а не как Нафанаил и он говорил может ли быть что добро из Назарета Иоанна 1.46 но говорил как человек сведущий и точный в законе пусть они и не знали что он из Вифлеема но как им не знать что он от семьи Давидова ибо Мария очевидно вела род свой от Давида отсюда и открывается что они говорили так злономеренно распро произошла в народе а не в начальниках потому что начальники держались одной мысли чтобы не принимать его за Христа вот начальники ожесточенные были хотя набожные были вокруг то были Христа наверное все набожные чтобы там уходил какой-нибудь я атеист скажет может быть редко это было что православные все православные тогдашние были там по закону побить могли да конечно опасно такие завещения говорить с 44 по 46 стихи некоторые из них хотели схватить его но никто не наложил на него рук и так служители возвратились первосвященникам и фарисеям и сие сказали для чего вы не привели ему служители отвечали никогда человек не говорил так как этот человек толкование более умеренные злобе противились славе Христовой только на словах а более бесстыдные хотели и руки наложить однако же божественная сила невидимо удержала их посмотрим что отвечает фарисеям служители посланные за тем чтобы привести его они очень благоразумны фарисеи считали себя мудрыми читали писания чудеса видели но остают против Господа и как разбойники спрашивают отчего вы не привели его а служители убедились одним учением без знамений так они были удобопреклонны к добру а что они пленились не знамениями а одним учением что важнее это видно из следующего они не сказали никогда человек не чудодействовал так но не говорил так так они были готовы и быстры к принятию слова спасения но нужно удивляться не одному только благоразумию их но и смелости они не робеют пред яростью фарисеев не унижаются как служителей и не говорят в угоду своим начальникам но свидетельствуют об истине им должны подражать все состоящие под властью начальников и не слушать их когда они приказывают что-либо несправедливое как случилось и при Сауле он отрекись закону приказывал умертвить священников Божиих но предстоящие не послушались и не сделали по его воле 1 царств 22 глава помните что за событие было в этом месте будем открывать вспомнить что там такое было когда Сау за Давидом гнался гнался за Давидом да и куда они пришли в какой город Новман Новман город и там был Давид но он ушел ну и там конечно допрос произвели и этих священников он дает приказ который приняли чтобы умертвили но воины не послушались они все-таки были набожны имели страх Божий а один такой анкмедерист так сказать до их ведумияния но он пошел и стал кумерщик но в фильме он тогда видел кто не видел посмотрите там момент как раз показывают они еще воздели руки священники писали не говорится вот так режиссер стали воспевать Господу и в этот момент он ходил помнишь да и резал всех ну вот такой предмет преподается батюшка в будущем да и в будущем там живучицы заочники разные вот и насчет военных действий говорили что вполне возможно отцы братья это так ведущий но кстати у нас был отец Владимир дьяков вот такой высокий помните голос у него звучит он с митрополитом много раз приезжал и говорит что мы будем с народом будем защищать народ и вполне вполне возможно ведут ну как сказать предмет что ли стрельбищ чтобы стрелять точно яблочко попадать в рабов глаз там или куда я уж так утрированно не говорил этого вот мы будем с народом защищать его да как с писанием согласуется и так научают и многое что ли скажают вплоть до основы до основы веры нашей крещение ну мочение это тоже крещение и даже над этим я бы так сказал посмеиваются что Бог в какой-то форме только вот заключен если преподаватель так говорит если не троекратным погружением все Божье благородание действует вот и это научают семинаристов это ладно еще заочники мы там встречаемся два раза в год а очникам как очи так скажем закрывают этими ложными баснями вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю то есть писание не пользуется авторитетом я бы даже так сказал что порой никаким оно не пользуется вот такие моменты бывают что вот занятие сейчас минутку занятие проводится и там цитаты он приводит преподаватель ну почему не записать этот момент вот эти места из священного писания или даже открыть и прочитать из библии вот там-то там-то это сказано все он даже главу стих называет на музыке или еще кого-то раз-раз пробежал что главное ему информацию выдать и все получить корочку и все теперь окончил семинарию теперь он может быть руководителем описание на каком месте не на каком это мы пришли к такому состоянию перед вторым пришествием сын человеческий придя на землю найдет ли веру на земле вот это и есть это наше время теперь это все семимильными шагами идет идет пришествие Господа Иисуса Христа и когда ну мое такое мнение ну можно сказать переживание когда мы выпускаем отсюда наших детей то и печально что будет дальше с ними такое не знаю как у вас конечно последний звонок охотаем оформить прекрасные песни но я вот недавно слушал еще песни ну можно было они сами выбор делают да можно было включить опрославление Бога какую-то хотя бы ну ну все там такие подобрали там школу прощать да это все так ну хотя бы одно проставление Бога можно Бог же дает нам все до 16 лет я ну я как бы с их позиции дожил учился а кто это все процессы руководил Дух Святый и кровь струилась и сердце билось и ум работал и нигде я не упал не сломал ничего сколько в мире ситуаций что ну я недавно на мотоцикле поехал на Рыжковске и почему-то вот такое желание на могилке заехать наш постоял там помолился и посмотрел вот 15-летний а сколько планов было у него учился здесь вот Бог отмерил сколько нам Бог отмерит мне я не знаю всегда надо быть готова внутри такое нет мне еще родновато ну господи ну еще так это вот такое какое-то обращение бывает такое даже кто-то умрет ну маленький говорит нет я не умру это вот кто-то рассказывал то ли Игнать Иванович нет я не умру я буду вечно жить и тот же с печки свалился ну тот кто говорил это да вот так вот ну пожалуйста ты пример приводил что священника искажают мы смотрели передачу одного известного священника который отвечает на вопросы в интернете Максим Скалкун и там задают вопрос ему одна женщина Каскун Каскун вот и она задает вопрос ему говорит я пришла в храм сама разведена и этот священник сказал что хочет выйти еще раз замуж а священник и по описанию сказал что если выйти замуж разведенный будущее тот называется пребадейц и она ему задает вопрос правильно ли он это сказал а этот Максим сказал так отец Максим что ну так как мы люди по описанию да а так как мы люди немощные то выходите замуж то есть планку настолько премизии да что мир просто церковь проходной город вот еще можно ну и конечно на фоне этого в нашей общины какие-то сектанты а это в общем-то общимость она и была мы видим в этой истории деялестых апостолов дальше но вот сейчас можно едва едва там немногих примеров привести где община отца Кирилла Сахарова да вот за рубежом ну там где вот мы были Бог дал проехать нам ну и места в Лиссабоне там храм всех святых русские именно собираются и как раз мы приехали на праздник престольный праздник попали вот как Бог делает так именно приехали престольный праздник качается богослужение и трапеза но мы голодные нам это все кстати вот как так тоже все у Бога выгорело но и книги тут же подарили там буквально два-три часа и поехали дальше но там не знаю я точно это надо с ними я-то больше вот снимал общаться так лично чтобы все-таки наверное приход более чем община то есть приход от общины можно отличить община семья знают нужды а приход более ну там тоже ядро какой-то есть есть сестричество как вот завяла мне сестра Ольга на поклон постоянно всем шлет сестре Ольге поклон сестричество старшая там за храмом ухаживает ну я как-то присутствовал там на беседе на воскресной школе и потом Ольга шепнул а что у вас о болящих речи нет ну так вот у нас нет посетить кого кто больной кто там чего ну вот община семья но об этом заботится о болящих членах и помочь в первую очередь ну и не только и другое один пал другой помогает и взаимное братство во Христе именно ну конечно не раз мы слышали что Игнать Тихович об этом говорил что мы карикатуры может глядя на нас просто люди может быть и некоторые не обращаются но вот оскудение веры в последнее время какие-никакие вот такие мы есть и все выставляется и без каких-то штрихов но люди приходят реальному Богу ко Христу причем приходят из других сект туда их засасывать так что это очень редко чтобы из пятидесятников там потому что человек касается уже каких-то глубин таких поврежденность духовная и чтобы к православию перейти это очень редкий случай но приходят то есть вот эти ресурсы которые есть ну это конечно трудно и натихно чем Бог так делает позволяет человеку найти православие так кто-то еще хотел про Тибер хотел сказать да я по граница где кузов со стеклом соединяется чтобы кузове была вмятина а стекло наружу оно трипли сдвольное оно раскололось и внутреннее даже потрескалось большое не знаю то есть насколько надо быть осторожным на трассе как к слову всем шоферам чтобы лежать этих трактора странно избавляться чуть-чуть бы ниже и как раз передо мной чуть-чуть ниже ну а утром есть ролик как кирпич прилетает в видеорегистратор машина едет с кирпичами что он так как будто его с такой силой катапультой послали и прям ну лево рульная машина а тут пассажир сидит и прям в голову в общем насквозь кирпич такой ну встречная скорость еще какие есть дополнения по этим событиям день пятидесятницы мы не дочитали 4 стиха но это Дома дочитает что уже время прошло вопрос какой-то ну давай а в Тимофорте меня заложили на Иисуса руки тут написано что они его хотели делать но этого не сделали ну тут говорится просто ты наверное прослушал что силой Божией Господь так делал еще не время было взять его он силой Божией просто им не допустил а как это может быть ну как может быть невидимый стал но не в этом моменте вот помните еще момент когда в Ангелии от Луки говорится Назарет пришел но они хотели его снизвергнуть это в фильме Иисус показано и там просто режиссер он раз проходит и все руки опустили ничего они не могут потому что Бог всемогущий так и здесь еще не время и он не дает им это а потом уже будет время он говорит ваше время власть тьмы и тогда его хватает как с фараоном люди сочли сердце здесь да у Бога все вымели так ну я если нет ничего я хотел стихотворение прочитать вот еще недолго хотя это не относится к пятидесятнице вообще это песня но я не знаю мотива этой песни горько плакал великий могучий Христос слезы горя на землю ронял сильный вонь любви не стыдился он слез и бессильно голову он склонял почему же ты плачешь наш царь и наш бог или храмы твои не блестят или разрушен теперь твой лазурный чертог или страдания тебя оттяготят нет я плачу о вас я лью свои слезы и кровь но я вижу что вам непонятна любовь за нее вы распнете меня и смотрю вдаль веков я на братьев людей вижу землю как страждет там все и я плачу о тех кто о жертве моей позабудут не примут ее о за вас я молюсь жертву крови моей вы примите чтоб грех свой омыть чтобы свернув позорная иго страстей вы могли в царство неба вступить нет я плачу о вас я лью свои слезы и кровь но я вижу что вам непонятна любовь за нее вы распнете меня вот так вот так жертву Христову многие не принимают и Духа Святого так же не получают да не будет это с нами братья и сестры чтобы мы этот момент наш шанс не упустили шанс спасения Богу нашим слава Витя и Холом но еще брат Алексей сколько 5 минут можно сказать у меня 3 момента просто пока все собрались хотел начать с того что обеседы с их танковыми я вспомнил как-то еще в Новосибирске работал и там мормоны ходили у них такая табличка там церковь Иисуса Христа святых последних дней у меня тихий был ну и как я пригласил к себе приходите поговорим приготовил там книги все ну и когда сели я говорю давайте сейчас не омей а вот просто мне интересно они американцы разговаривают ну стараемся по-русски разговаривать принимать еще не очень хорошо я говорю допустим мне интересный момент как у вас в Америке кто все-таки вирус отечественную ваниту выпил ну кое-как объяснил вот они говорят ну вместе я говорю ну не вместе я говорю русский ладно потом второй момент а вы знаете кто вообще таблицу Менделеева придумал сознание да составил объяснил что химические элементы все нет я говорю как так это же Ломоносов придумал таблицу Менделеева Менделеев ну так я им говорю то есть понимаешь самая комичная ситуация и потом потом я уже долго отказывал своим говорит ты че им сказал на плице Менделеева 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 придумал значит я хотел отчитаться за рыбу у меня поручение было это дело публичное вот тут я думаю никакой тайны нет то сколько купил чтобы знали мы порешали что в этот раз была рыба крупная в одном килограмме 12 штук примерно поэтому как мы на собрании решили на прошлом деревянском собрании на последнем что каждый может купить себе сколько килограммов вот в килограмме столько рыб соответственно это его рыбу может ловить значит Сиськов Алексей 2 килограмма Плотников Володя 1 килограмм Батюшка 3 килограмма Инчук Евгений 2 килограмма Роман малыш 10 килограммов Саша в Шадрин килограмм Володя Никита килограмм Загуляев Дядь Леша килограмм Андрей Устинов килограмм Барабаши 2 килограмма и я килограмм ну и того у нас 25 килограммов получилось сколько штук одной 12 штук это примерно мы так посчитали в этот раз рыба была крупная я прям каждую рыбешку старался выбирать потому что ну просто сапку мы ловили она вся вот такая я старался поменьше выбирать чтобы потому что в прошлом вроде как меньше была еще один момент календарная леда наступила значит я на собрании которое было раздавал всем уставы устав это новая редакция у нас устав отредактированный дополненный кому еще Роман Тибет а раньше ты уже отредактированный раздавал это просто допустим кто не был отдачников ρούс но удачи и то есть как у нас наступно Я сделаю так и вы тоже сделаете так. Положили его в мультифору и повешали на видное место в доме. Для чего? Сейчас наступило лето, будут приезжать гости. Чтобы это не лежало где-то на полке, где-то там непонятно вообще, что не найдешь. А чтобы это было видно. Любой человек, который приезжает, во-первых, интересно, посмотрит, а во-вторых, чтобы знали, какие у нас тут правила. Серьезные люди. Да, это второй момент. Ну потому что устав это то, что нас отделяет от всех остальных. Это наше будущее. Я это так понимаю. И последний момент. Кто знает, есть в других народностях пословица подобно нашего, что от тюрьмы и от зумы не зарекайся? Есть? Никаких народностей не знаю. Просто я слышал это у русских. Я сейчас расскажу реальную историю. Она получительная для всех. Значит, было два друга. Друг Х, друг У. Речь пройдет за друга Х. Значит, у него, для просто масштабности вот этой вот случая, скажу, что у него был один ребенок. У друга У, три ребенка. Друг Х увлекался оружием. Ну, знаете, кто-то собирает ножи, там, кто-то там барюга удал руки, там, ружье, допустим, охотничье. Вот. У него охотничье ружье было зарегистрировано и все. Они дружили очень сильно настолько, что там, по воскресным дням встречались, другу помогали, работали. Вот. Прям очень сильно. Ну, и в один прекрасный, не то, что в один прекрасный момент, а друг Х, значит, у него, я говорю, он коллекционировал, что-то собирал, даже ружье охотничье есть. И решил, в какой-то момент, тоже по интернету увидел, по всей видимости, дешевле было где-то там, приобрести пистолет с нарезным стволом. Вот. Ну, что такое? Ну, пистолет, ну, пострелять там по бутылкам, да? Классно же, мы смотрим, с ним стволом, точный выстрел там. То есть, боевой пистолет. В одно прекрасное утро, в 7 часов утра. К этому и к этому в одно время, значит, приехали люди в масках с автоматами, ФСБ. Вот. Ну, не то, чтобы там никого не заламывали, вот, со следователями. Все. Стали проводить обыск, значит, а все, как бы, вывод-то какой? Что, во-первых, наши там ФСБшники и им подобные не спят, вот, очень не спят. И что, вот, как нужно быть аккуратным, когда мы по телефону что-то говорим. Это уже давно говорили, вот, фильм снова на эту тему, очень хорошо. То есть, я, как бы, это давно знал. Вот. Потому что потом, когда, значит, предъявили, предъявили-то какое? Что в нашей стране вообще запрещено не то, чтобы хранить, хранить, вообще иметь, боевое оружие. И максимум, что у нас возможно, если у тебя охотничье ружье, ну, с разрешением. После пяти лет пользования ты можешь приобрести себе Сайга. Полуавтоматическая такая винтовка там тоже с нарезным. Вот это максимум. А, получается, любое хранение там вообще, то есть, нарезного, это боевое оружие. Тем более, в наше нестабильное время в стране. Вот. Все, теперь этот человек, друг Ибель, значит, сидит уже два месяца или уже третий, наверное, в СИЗО. Значит, мало того, что даже с женой общаться не разрешают, только там письма пишут. То есть, такая определенная, как бы, трагедия. Все тут понятно с работы. Работа теперь жена с ребенком осталась. Вот это к тому, что как нужно быть осторожным и в разговорах, и по телефону, а тем более интернет. Каждый любой шаг интернет, это все прослеживается. Где ты залазил, что ты там покупал, что делал. И все вот такое, казалось бы, вроде, ну не страшно, ну что такого. А вот, оказалось, вылезло. Это реально случайно. Ну да, но кто не посмотрел Эдвард Сноун? Эдвард Сноун? Эдвард Сноун, посмотрите. Ну, как это называется Эдвард Сноун? Я обсловываю. Да, Оливер Стоун написал. Так, ну все, помолимся. Да, парень, помните? Кто не помнит, может быть. Иисус Христа, Боже, Господь, Несивися, Боже, Наш, И живых мудрых лапцей землей, Вниз послав, и Духа Святого, И теми улавлив вселенную, Человек корюче слава тебе. Отец наш Небесный, благодарим Тебя во имя Сына Твоего и народного, Иисуса Христа. за это чудное, тихое, мирное время, за эту возможность вникать в Слово Твое Святое и Вечное, которое нас преображает. Помоги нам, Господи, быть не только слушателями, но и исполнителями, блаженно слышащие и соблюдающие Слово Твое. И Духом Твоим Святым посети наши души, сердца, проникни в сердца детей наших, Господи, чтобы мы были гражданами Небесного Отечества Твоего, ибо эта жизнь проходит, и она так кратковременна. Благослови, Господи, путешествующего пастыря нашего, Протерея Акима, сохрани его в пути, доброго захоронителя сопутствует ему. Помоги, Господи, ученикам Анфисе, Василисе, Еремею при сдаче экзаменов. Даруй мудрости, Господи, и даруй ревности духовным, чтобы они приготовились, и мы также, к самому главному экзамену, к суду Твоему, Господи. Благослови болящих рабов Твоих. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, и опять Сына Святой Дух. Аминь. Слава, чести, поклонения, и опять Сына Святой Дух. Благослови, слава.